Александр, добрый день! Разве не логичнее будет утомить грудные, наоборот, базовым упражнением, а негатив делать на изолирующем, чтобы другие мышцы не включались? Спасибо! Ребят, всем привет! Это комментарий к ролику о то ли о каком-то приеме... В общем, рассматривался конкретно суперсет. В общем, ролик я показал, да, что эффективный прием для набора мышечной массы, один из эффективных приемов, достаточно жесткий прием, это когда вы проводите предварительное утомление в изолирующем контртренажере, в данном случае на грудные мышцы, и затем, предположим, идете и делаете жим лежа в негативе, да, либо просто жим лежа, то есть сначала делаете изолирующие упражнения по правилам предварительного утомления, затем делаете какое-то базовое упражнение. И, собственно, вопрос, да, а почему не наоборот? Почему сначала не сделать базу, а потом добить вот уже изолирующим тренажером грудные мышцы? На самом деле все просто, и все сводится к одному и тому же принципу, когда вы делаете с напарником, когда вам помогают дожимать, когда вы делаете читинг, то есть помогаете себе подбрасывать штангу, опускаете там в негативе, то есть помощи. Смотрите, когда вы делаете именно в такой последовательности, то есть предварительным утомлением в изолирующем тренажере, что происходит? Вы полноценно включаете в работу только одну небольшую мышечную группу, которая именно вам интересна, да, в данном сплите, в данном сете. То есть вы утомили максимально грудные, но передняя плечевая дельта там еще сравнительно жива, и самое главное у вас жив трицепс. И что у нас получается, когда мы идем жать? Мы начинаем выполнять джим, но у нас уже буквально через пару повторений грудные полностью отказывают, но трицепс при этом остается еще свежим. То есть суть затеи в чем? Когда вы утомляете грудные мышцы на изолирующем упражнении и начинаете выполнять далее базовое упражнение, грудные мышцы очень быстро отключаются, и фактически вы вывозите уже на тех мышцах, которые более или менее еще живы, да, то есть трицепс, он вообще свежий, со свежими силами им подходит к жиму лежа. Но грудные мышцы из этого движения, они просто не могут сказать, да ну вас нафиг, мы уже устали, это ты трицепс свежий, а мы тут пахали еще, знаешь, как на изолирующем тренажере. Они никуда уйти не могут, и по сути они преодолевают сверхнагрузку. То есть трицепс жив, он еще может эффективно выполнять работу, но грудные уже реально начинают прожигать. Они уже сверху томлены. И вот как раз таки в этом и заключается фишка. Трицепсы здесь выступают фактически в качестве напарника. Вот когда вы с напарником жмете, легли на жимовую скамью, не можете пожать, да? Вася, помоги! Вася раз вам поводнял, вы сами опустили вместе. Вася, помоги! С Васей вместе подняли. То есть напарник помогает вам преодолевать сверхнагрузку. В данном случае в виде напарника выступает Ваш трицепс, когда грудные уже не могут, но вместе с трицепсом они все-таки делают какое-то движение и получают сверхнагрузку. А если это еще и негативные повторения, а если еще когда у Вас трицепс отказывает, Вам еще и помогает напарник, то нагрузка на мышечную группу, конкретно в данном случае на грудные мышцы, получается после вот этого предварительного утомления, просто колоссальное. Из нее можно выжать просто все соки, которые существуют. Вот очень хорошо такой прием делать в самом начале тренировки, когда Вы аккуратно размялись. По тем правилам разминки, которые я уже упоминал не раз, да? Аккуратно размялись, не закисляясь, не утомляя мышцы. Сравнительно хорошо размятым, но свежим подошли на первые упражнения, жестко утомили грудные и потом в жим лежа с напарником в негативе. И вот когда Вы делаете упражнения вот эти до отказа, да, особенно последние в негативе, в негативе, просто это возможность действительно все соки выжать из грудных мышц и задействовать даже самое-самое глубокое мышечное волокно. Ну и по аналогии, естественно, в других упражнениях. Единственное, прием очень стрессовый. Вот, поэтому часто его делать я не рекомендую, да, ну и смотрите за своим восстановлением. Очень часто, когда ребята перебарщивают с такими приемами, вот это начинается сосисочность в дне отдыха, когда ты такой, налейте мне кофе. Да, ну очень сильно утомляет нервную систему. То есть следите за количеством таких подходов, да, суперсетов с негативом, либо просто суперсетов в своей тренировочной программе. Вот, ну, надеюсь, что на вопрос ответил. Если есть еще какие-то вопросы, задавайте в комментариях. В описании вы найдете все мои программы тренировок и бесплатные, да, и платные программы тренировок, в которых пошагово расписано, что, как нужно делать и как питаться. В общем, вся полезная информация. 95% скажу сразу находится в бесплатном доступе. Поэтому, пожалуйста, переходите, изучайте. Большое спасибо за просмотр, ребят. Всем пока. Большое спасибо за просмотр.